привет всем привет сегодня мы в расширенном составе вот опять представляю уже однажды представляла это мой муж и человек на котором держится вся техническая сторона нашего канала представься муж представляюсь мужа зовут тимур если кто не знает обычно там по ту сторону камеры запрятанный в общем сегодня мы в расширенном составе потому что у нас счастье у нас очень хороший повод мы обрели студию ну вернее это не только студия вот это вот помещение это фото видео студия и кабинет нас не было ни того ни другого и долгие годы и вот она наконец есть мы еще пока обустраиваемся в этом видео хотелось бы рассказать историю вообще как так получилось дело в том что на нашу нынешнюю квартиру мы переехали в связи с расширением нашего семейства очень-очень счастливым но немножко не запланированным искать помещение пришлось очень быстро у нас к тому же на тот момент ну я была студенткой тимур только-только приехал денег у нас было немного мы как-нибудь другой раз расскажем сначала сначала ну ладно ну в общем мы искали что-то дешевое съемное жилье и нам подогнали замечательную квартиру на тот момент вообще было просто идеально две комнаты старый но очень уютный дом и мы в нем поселились на втором этаже в доме всего четыре квартиры и вот рядом с нами на тот момент жила одна китайская семья там папа насколько я понимаю уже где-то в другом месте работал по моему в сша была мама была маленькая дочка и бабушки которые сменялись вахтенным способом то есть 2 месяца одна бабушка здесь 2 в китае потом они менялись да и одна бабушка с нами постоянно пыталась общаться ее не смущало что мы не понимаем ее китайского если она понимала что что-то как-то мы совсем не догоняем тогда она нам иероглифы на руке писала это было очень интересно конечно 2 с нами вообще никак не общалась под конец она все так стал по крайней мере здороваться ну ладно но семейство было очень приятно нам очень с ними нравилось было комфортно с ними жить рядом потом они уехали и передали квартиру каким-то своим китайским знакомым это была молодая пара у них постоянно были какие-то конфликты высокие-высокие отношения да было не очень комфортно но потом они тоже съехали очень быстро сколько они где-то год прожили около того чуть больше где-то так и передали квартиру просто замечательной идеальной соседке которая с нами прожила достаточно долго тоже китаянки правда первые пару лет мы ее вообще практически не видели то есть она тогда доучивалась жила как водится в исследовательской приходила только ночевать да только мы с ней договорились что мы будем делиться с ней вай-фаем она даже нам за это приплачила немножко хотя так чисто символически готовы были да мы бы готовы были бесплатно делиться нам не жалко нашего вай-фая ну ладно в общем она долго долго с нами жила и в какой-то момент перед нами встал вопрос то есть надо расширяться потому что опять же у меня появилась хорошая работа мы могли себе позволить квартирку побольше но переезд это очень большие деньги потому что здесь помимо того что нужно перевозить все нужно еще ну как платить опять же риэлтору за поиск квартиры даже если этого нет какую-то сумму нужно давать сразу есть еще там залоговая сумма подарок огромное количество денег уходит и нас это немножко смущало когда мы пережили на эту квартиру один переезд нам обошелся примерно в тысячу долларов не да просто без покупки мебели ничего вот просто вот переместиться из одной квартиры в другую ну можно понять что нас это не очень радовало а наша соседка нам сразу сказала что она здесь какое-то время поживет и потом съедет и мы договорились тогда с хозяевами что когда она съедет мы получим ее квартиру тоже и будем снимать две квартиры и вот мы довольно долго ждали когда она съедет но она сначала собиралась уехать потом получилось что она продлила обучение да еще на год потом она еще продлила обучение и вот в конце концов съехала интересно что мы ждали мы уже знали что вроде как в этом году она точно должна уезжать ну и соответственно в конце учебного где-то в апреле она должна была закончить и тут она приходит к нам в последние дни прошлого года и говорит все съезжаю да потому что наладилась личная жизнь и теперь она собирается жить не здесь но у своего мужчин и поэтому нам досталась эта квартира быстрее чем мы рассчитывали да опять у нас случилось долгожданное неожиданно из-за которого пришлось срочно 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 освобождать время деньги и силы и тратить все это на обустройство вот ну а теперь мой муж расскажет про то что мы собственно тут делали в квартире уже что уже сделано ну на самом деле начнем с того что вот помещение в котором мы сидим оно небольшое это стандартная японская комната в 6 татами это у меня тут бумажка есть в которую я буду подглядывать вот эта комната размером 265 на 355 то есть это 9 и 4 квадратных метра в этой квартире есть еще спаленка 4 татами соответственно это 265 на 265 7 квадратных метров вот то есть комната небольшая но учитывая что до этого этого не было она очень очень я тут перекрасил стены в темный цвет сменил розетку сменил люстру с кольцевыми люминоцентными лампами на светодиодный блин у нас тут теперь все очень так стильно готично да мы подобрали для стен такой вот очень приятный цвет как он называется и я поднять как он называется но он темно-серый он очень приятно он не темный он такой кофейный вот что такой вот я не знаю я даже не знаю честно как это называется цвет мокрого асфальта но точно какие-то жигули такого цвета были и так как это пришлось вот делать с тахановскими методами ну сколько у меня что-то около двух недель заняло и вроде как звучит покрасить стенки сменить розетку не впечатляюще но как с любым ремонтом все время всплывали какие-то мелочи все время какие-то параллельные дела остальные помещения в этой квартире я уже не буду так делать там есть кое-что по мелочам но это уже по ходу жизни главное что мы въехали сюда мы здесь успели снять уже два ролика это 3 1 правда просто про youtube который живет комментарии просто цвет от окна потому что душа рвалась вот про палочки это уже более-менее полно да это конечно очень сильно потому что до этого очень много времени сил уходилось чтобы расставлять сета посвящение все фактически для того чтобы записать там 20-минутный ролик надо было полтора часа потратить на то чтобы расставить все сняться и полтора часа на то чтобы все убрать ну то есть весь день практически получается собственно на съемку уходит час там чуть больше за счет дублей а съемка длится весь день да еще подгадать так чтобы мы оба были дома а ребенка при этом дома не было желательно да вот поэтому в коронавирусную зиму мы снимали в ванной комнате собственно алиса просидела практически весь учебный год в ванне основная причина почему я записалась в психоаналитику то есть с одной стороны конечно это самая ванна нас очень выручила и то что можно было нормально относительно нормально работать и возможно если бы мы не придумали сниматься в ванне этого канала бы на данный момент уже не было потому что потому что опять же там евка тоже какой-то момент в школу не ходила это же коронавирус совпал как раз с поступлением нашей дочери в первый класс она должна была окончить садик и через две недели ровненько она пошла в школу через два месяца сидение дома два месяца ребенок отсидел дома это никому не пошло на пользу честно скажу вот так что да вот такая у нас история получилось с этим всем вот сейчас уже практически эта комната закончена единственное что мы ждем мебель вот здесь за нами будут книжные стеллажи плюс мы в эту комнату перетащим рабочий стол компьютер ну и не будем жить на самом деле мне очень нравится эта ниша ничего не хочется с ней делать хочется чтобы она так и было ну вы ладно нас я ее как раз не красил мне тоже жутко нравится эта текстура дело в том что изначально здесь стены были не крашены а краска была подмешана в штукатурку это ниша вот такая зеленая а стенки бледно-бледно-желтые но проблема в том что дом старый и вот эти вот квадратики как-нибудь пока вам их по одному подкрашивали поэтому сколько три вида краски я досчитал в результате да там многие считают видишь это четвертая четвертая вот вот еще к сожалению комната довольно шумная пожалуй самая шумная наша комната нет на самом деле получилось так что во первых на самом деле у этой студии всего два недостатка во первых она все-таки маловато мы с радостью бы и освоили помещение в два раза больше где же его взять да а с другой стороны вот тоже получилось так что наша спальня в той изначальной квартире это самое тихое место в доме наш дом с двух сторон окружен другими домами фасадом выходит на во двор одну из стен выходит на стоянку супермаркета и дальше через нее на улицу и соответственно наша спальня отгоржена от улицы множеством стен здесь нас от дороги отделяет только тонкая стенка и алюминиевые рамы с одним стеклом посмотрим как это будет сказываться на качестве звука в видео переселиться всей семьей в эту квартиру оставить тует это слишком большая морокка пока мы на такое не готовы кстати вот у нас новые микрофончики вернее осторожно радиосистема годекс м2 вроде как давно хотели купить но тоже как-то руки не доходили даже не потому что это дорого но во-первых ее не было раньше она только-только появилась и последние пару лет стали появляться сравнительно недорогие цифровые радиосистемы но как-то все время она откладывалась и в конце концов я принял волевое решение вот увидел этот обзор на эту систему полезно али увидел есть купил и буквально там на следующий день пришла наша соседка и так что да вполне возможно что со звуком у нас станет даже лучше несмотря на то что кому то шумно вот опять же в этой комнате комфортно участвовать во всяких онлайн мероприятиях алиса проводит уроки участвует в конференциях вот можно прямо здесь а еще вот у меня здесь будут книжки я буду протягивать книжку руку вот так брать книжку да потому что сейчас они у нас в коробках в картонных коробках часть еще у меня на работе часть распихана по углам да это вот проблема библиотеки честно-честно приехав и японию мы особо не копили бумажные книги специально за исключением какого-то круга специальной литературы который в другом виде просто нет ну вот за годом на лошка за книжкой да он был момент когда у нас как раз на книги бумажные уходил такой ну за заметная часть нашего семейного бюджета просто когда писала работу собственно ну сначала магистрскую потом докторскую это все покупалось опять же вспомнить что это очень специфическая литература которая стоила или очень очень дешево или очень очень дорого а иногда в одном будни мистическом магазине одной и той же книги можно было купить за 500 йен а где-то но за 500 йен самое дешевое у меня было 10 20 йен которые просто продают некуда диван за доставку оплачивать доставку тебе пришлют книжку вот вот при этом в другом будни мистическом она могла стоить и вот все это все вот это вот будет здесь здесь ну а я здесь надеюсь вернуться к предметной фотографии которую я последние годы тоже практически забросил и все по той же причине что пока расставишь все пока уберешь когда тебе нужно сфотографировать какую-то финтефлюшку то и думаешь а очень ли надо или может выйти во двор просто и щелкнуть при дневном свете сейчас можно по извращаться да вот вот ну и в заключение хотим сказать что если вы хотите мы даже можем провести рум-тур если вас это интересует показать что у нас тут есть как оно вообще все выглядит когда мы окончательно здесь да освоимся опять же на примере нашей комнаты можно показать и другие они не в столь ну можем да можем показать в принципе даже то есть как выглядит традиционный японский дом ну на самом деле традиционный ну как он уже традиционный потому что этот дом построен где-то в конце 60-х ну может быть в начале 70-х годов где-то на границе да я подозреваю что его перестраивали потому что ванны они точно пристроены позже раньше их не было то есть он построен еще время когда съемное жилье без ванны котировалось ну здесь рядом практически вот я не помню где здесь конкретно в каком месте была общественная баня но она была на расстоянии где-то пяти минут ходьбы десяти от нашего дома да мы кстати в свое время поимели экспириенс посещения не онсенов а именно общественные бани но было это в киото да и там вы представляете до сих пор есть кварталы где старая застройка и вот такие кондовые общественные бани как показывают в фильмах и аниме да с раздевалкой с душиками с шаечками очень классное место с автоматом с молочком у нас тут уже такого нету ну практически то есть я знаю несколько мест вроде еще осталось но так ну это уходящая натура но на самом деле это еще опять же связано с тем что киото сохраняет исторический центр например там в центре запрещена многоэтажная застройка поэтому сэндай воспринимается большим городом чем киото хотя киото сейчас часть огромного мегаполиса киото осака а сэндай это просто сэндай ну тоже город миллионник на самом деле и центр целой области Тахоку на самом деле мы переехали из Риги почти городом который так и не стал в связи с известными событиями городом-миллионником по ощущениям Сэндай такой же очень сильно разбросанный то есть особенно здесь благодаря горам которые входят буквально то есть можно вот от 15 минут ходьбы от нашего дома начинается лес можно войти в горы и если посмотреть по гугле карты то до противоположного побережья дойти не встречая да а еще у нас медведи выходят на дорогу да время от времени в нашей школе объявляется медвежья тревога и родителям предлагают забирать детей ну не только медведи кабаны бегают вот я как раз когда в университет Тахоку недавно ходил там было объявление здесь видели кабанов ну в конце концов вот я выкладываю съемку фото ловушек там кабаны и наши завсегда ты пару раз да пару раз медведей снимал ладно мы расскажем больше и про квартиру и про то как мы обустраиваемся если вас интересует так что пишите в комментариях интересно не интересно ну что все заканчиваем пока 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 пока